В голове звенело, она была тяжелая, слегка кружилась, а во рту был мерзкий привкус, словно накануне съел пепельницу и запил бутылкой водки. В голове начал звучать голос, как будто бы немой, чужой. Это про меня, что ли? Чьи слова? Мои? Я врываюсь в твой мир, Семен. Тишину моей квартиры нарушила противная трель дверного звонка. Рывком дернул ручку, даже не посмотрев в глазок. И... Уй-ю! Меня просто интересует, посадят Семена за растление малолетних или нет в этой концовке. Ладно, надеюсь, вы мне расскажете все в деталях. Конечно. Это все? Подождите, вы хотели ему рассказать что-то. А я могу послушать? Привет-привет, с вами Женя. И мы продолжаем проходить бесконечное лето, в котором я пытаюсь найти какие-то ответы на наши с Семеном вопросы. Поэтому сейчас мы не пойдем в город, поскольку девочки нас продинамили с ответами. Ну, то есть гарем девочек я увидел. Ответов на вопросы я не увидел. Поэтому... Идем назад. Ладно. С трудом выдавил я из себя. А, с трудом. Эээ, ла... ладно. Что? Удивилась Юля. Ладно, пошли. Ты же этого ответа ждала. Она лукаво улыбнулась. Нет, с чего ты взял? Потому что ты постоянно говоришь, что все повторяется через семь дней, и мне не выбраться отсюда. Ну вот и проверим. Ага, проверим, значит. Почему бы не проверить для начала тот город тогда? Это тебе решать. Я внимательно посмотрел на нее. Казалось, в Юле что-то переменилось, но не было понятно, что именно. Решил уже все. Булькнул... Эээ, буркнул я себе под нос. Тогда пойдем? Девочка-кошка уверенно направилась через поле в сторону леса. Эй, подожди, ты-то куда? Так быстрее. Быстрее? В голове начали с бешеной скоростью носиться мысли, сливаясь в одну, которая вряд ли окажется приятной. Да, у Семена мысли поодиночке не очень-то приятные. А если их слить в одну? То есть ты все время... Я в два прыжка догнал ее и схватил за хвост. Все время знала, что можно сюда дойти напрямик, не петляя весь день. Так... Юля хищно зашипела и оскалилась. Я отпустил хвост. Нет. То есть, может, ты знала, но тебе там нечего делать. В этом городе? Да. Ну, тут она права тебе там вообще ничего делать. Ну, по предыдущему опыту. Почему? Не знаю. Просто это все не так, неправильно. Я не могу объяснить. Просто знаю. Не знаю, просто знаю. Логично, не поспоришь. Я обернулся и посмотрел на горящие вдалеке огни. Интересно, а может все быть еще хуже? Не то чтобы сейчас все катастрофически плохо, но вдруг этот город никуда не денется? А что там в лагере? Что означают слова Ольги Дмитриевны по рации? И если я уже решил, то стоит ли сейчас колебаться? Семен, не колебайся. То есть, не колеб... Не колеблись. Да? Как правильно? Ладно, пошли. Мы шли по лесу почти всю дорогу, лишь изредка выходя на опушки и в поле. Юля казалась чем-то необычайно довольной. Может, наконец объяснишь, что с тобой происходит? Просто это все так необычно. Потому что раньше все было не так. Семь дней, потом все заново. Ага, я уже слышал. Она лишь улыбнулась в ответ. Не что там случилось у них? Смотри. Вдалеке за деревьями показались ворота лагеря. Мы ускорили шаг. Я сразу понял, что-то не так. Савенок выглядел покинутым. Можно было предположить, что пионеры легли спать, но кроме фонарей свет нигде не горел. Да и почему на площади нас не встречала вожатая с отрядом химзащиты? Ведь по рации она говорила, что что-то случилось. Меня тут же охватило необъяснимое волнение. Я посмотрел в сторону Генды, а там... Генда. Город! Города нет. Юля тоже выглядела удивленной, по-настоящему удивленной, так что я не стал набрасываться на нее с расспросами. Все, Семен отрезал себе все пути отступления. Я говорил, ничего у них не случилось, это заподня. Тебя Ольга Дмитриевна развела просто, чтобы ты вернулся и уже... и уже не вернулся. Ну, то есть вернулся и уже не выбрался. Подбежав к домику вожатой, я на секунду остановился в нерешительности. Перед глазами проплыли страшные картины того, что там могло произойти. Однако я тут же взял себя в руки. Руки оказались грязными, но Семен игнорировал мелочи. Нет глупости все это. В конце концов, пока что ничего не предвещало того, что этот фантастический роман превратится в кровавый триллер. Хм. Нам на что-то намекают? Что такие превратиться? Не, ну это глупость два раза повторять одно и то же. Я решительно дернул ручку и вошел. Внутри никого не было. Ладно, не стоит здесь задерживаться. Я бросился в сторону домика Ульяны и Алисы. Без лишних раздумий несколько раз громко постучал в дверь. Однако ответом мне стала тишина. Я обошел домик и заглянул в окно. Внутри было пусто. Ладно, это еще ничего не значит. Может, они куда-то ушли? В конце концов. Ну, логично. Не поспоришь. Я побежал к столовой. Вдруг они все решили устроить поздний ужин. Однако дверь была заперта. Я вернулся на площадь и обессиленно опустился на лавочку. Набегался. Без интереса спросила Юля, все это время молча сопровождавшая меня. Неправда, почему я так запаниковал? Хотя, если что-то действительно случилось, то... Ладно, я есть хочу. Пойду что-нибудь поищу. Я не стал возражать. И через пару секунд Юля бесшумно скрылась в ночи. Либо это какой-то дурацкий розыгрыш, во что верилась с трудом, либо все действительно куда-то исчезли. Само по себе это событие не более странное, чем мое попадание сюда, чем таинственный город, то появляющийся, то исчезающий. Но... Я уже привык к этому лагерю, к его обитателям. А теперь такое. Только более-менее освоился в новых обстоятельствах. А тут опять... Я выругался и закрыл лицо руками. Да, когда здесь были люди, они Семена раздражали. Теперь нет людей, опять не так. Тебе не угодишь. Возможно, если бы я просидел так еще несколько минут, из глаз потекли бы слезы. Но... Ой. Барабанные перепонки чуть не взорвались от дикого шума. Похоже, было на раскат грома. Но откуда? На небе же не облачко. Опа. Знакомые лица. Точнее, знакомые... Безликие. Я открыл глаза и увидел перед собой кого-то. Ты! Ты! Заикаясь, выдавил я. На совершенно чистом небе гремела гроза. Из-за вспышек молний я не мог разглядеть лица человека, который стоял передо мной. Что, Семен, сидишь, пригорюнившись? Ты кто такой? Закричал я. Спокойно. Зачем так волноваться? Нервные клетки не восстанавливаются, знаешь ли. Первой моей мыслью было убежать, но тело не слушалось. Молнии все так же ярко сверкали, и не было никакой возможности разглядеть лица пионера. Однако я был точно уверен, что где-то уже слышал этот голос. Кто ты? Уже тише спросил я. Может быть, у тебя есть более подходящие вопросы? Куда все исчезли? Они сыграли свою роль и больше не нужны. Роль? Какую роль? Свою. Но... А город? Какой город? Не уверен, послышалось ли в его голосе удивление или мне просто показалось. Город там! Я махнул рукой в сторону Генды. А, ты про это? Он замолчал на секунду. Это ты виноват. Я не понимаю. Потому что не стараешься. Пионер повысил голос. Я... Я... Тебе же ведь просто надо подумать. Просто подумать. Ты сколько уже здесь? Пять дней? Шесть дней? Или двадцать шесть? Шесть, наверное. Шесть! А почему шесть? Ты уверен, что шесть? А почему? Потому что посчитал количество закатов и восходов или посмотрел дату на мобильнике? Не знаю. Пионер передо мной явно вышел из себя. Я совершенно не понимал, о чем он говорит. Мне... Мне тоже трудно понимать, о чем он говорит, когда на фоне постоянно вот это мелькает. Шесть. Ну ладно, пусть будет шесть. Сказал он спокойно. И раньше ты здесь никогда не был? Нет. И в этом ты тоже уверен? Не знаю. Так, Семен заразился от Юли. А если я тебе скажу, что был? Я совершенно не представлял, как реагировать на его слова. Сейчас со мной происходит примерно то же, что в первый день. Что-то необъяснимое, пугающее, возможно опасное. Ну, Семен, чего его бояться? Это ж не девочка. Ты у нас только девочек боишься. Но я ведь не помню. А с чего бы ты должен помнить? Он замолчал и, кажется, задумался. Впрочем, да, не помнишь. Ну ладно, тогда я тебе расскажу. Я с трудом разбирал его слова сквозь раскаты грома. Глаза уже слезились от ярких вспышек, но я боялся даже моргать, чтобы этот пионер не исчез. Возможно, он действительно расскажет, как я здесь оказался. Ты здесь уже не первый раз. Сколько точно витков у тебя было, я не знаю. Но не суть. Кажется, я знаю. Так, Славя хорошая, Славя плохая. Лена хорошая, Лена плохая. Алиса хорошая, плохая. Ульяна хорошая, плохая. Короче, 12-13, да? Ну почему? Я же не помню всего этого. Да и не должен! Не должен! Заорал он. Извини. Я решил больше не перебивать его. Не первый раз, да. Продолжил он спокойнее. Но этот раз особенный. Он для тебя станет последним. Эээ... Я не мог понять, что в его понимании значит последний. Спроси, ты мне угрожаешь? Я выберусь отсюда и вернусь в привычную реальность? Или последний в смысле, что здесь я и умру? Ну, это я так думаю, по крайней мере. Пионер надолго замолчал. Наконец, я решился задать вопрос. Откуда ты все это знаешь? Откуда? Можно сказать, что я твой коллега по несчастью. И... Ай. Так перестаньте уже. Вдруг где-то рядом послышался взрыв. Похоже, молния попала в дерево буквально в нескольких десятках метров от меня. Я инстинктивно закрыл голову руками и упал под лавку. Не знаю, сколько я так пролежал, но когда немного отошел от неожиданности, раскаты грома прекратились. Ой. Я открыл глаза. На месте пионера стояла Юля. Вот ты и познакомился с коллегой. Она улыбнулась и протянула мне руку. От шока я не знал, что делать. И остался лежать. Долго планируешь там сидеть? Я кое-как поднялся. Кто это был? Если из двух зол выбирать меньше, то я был готов больше доверять Юле, чем этому таинственному пионеру. Семен, не называй кошка девочек злом. Я... я возмущен. Ну, как бы тебе сказать? Она задумалась. Понимаешь, ты тут не один такой. Точнее, тут один. Но есть еще точно такие же лагеря. Много. И там есть такие же, как ты. Тоже много. Я совершенно ничего не понял. И некоторые могут появляться в других местах. Вот, например, как этот. То есть ты все время знала, но не говорила. Вообще-то она говорила кое-что, что есть другие. Я помню. Ты не спрашивал? Она пожала плечами. Мне стоит его бояться? Я думаю, что нет. Хотя... Так стоит или нет? Мое волнение все нарастало. Я сомневаюсь, что он может принимать физическую форму. Но все равно с ним лучше поаккуратнее. Буквально за минуту на меня хлынул такой поток информации, для осмысления которой не хватило бы и недели. Так у Семена переполнение. Ему надо подавать информацию дозировано. По одному-два слова. В день. Однако при всем при этом, я и сейчас понимал, что эта информация совершенно ничего не объясняет. Значит, таких, как я, много. Да. Но почему я... Мы попали сюда? На этот вопрос у меня нет точного ответа. Знаю только, что попал сюда именно ты. Точнее, попал сюда один человек. Юля сейчас совершенно не напоминала ту странную девочку с ушками, которая посыпала грибы сахаром. А я говорил. Я говорил, она что-то знает. Она знает больше, чем делает вид, что знает. К ней надо найти подход. Семен, найди мешок сахара. В кружке кибернетики должен был остаться мешок сахара. Я тебе говорю, ты не пожалеешь, Семен. Наоборот, в ее глазах читалась уверенность и даже некоторое самодовольство. От прежней инфантильности не осталось и следа. Ну а кто тогда ты? Я? Да. Честно говоря, не знаю. Я широко открыл рот и уставился на нее. Как это не знаешь? Все, что я помню, это как оказалось здесь. Точнее, я больше ничего не помню. Как будто ничего до этого и не было. Я должна следить за тобой, за всеми, вами. И я существую одновременно во всех лагерях. Когда шок немного прошел, я продолжил. И при этом ты не знаешь, кто ты. Совершенно верно. Она рассмеялась. Так, она надзирает за Семенами. Ну, надо сказать, я припоминаю следы ее присутствия. В отдельных местах. Да, яблоко, наверное, она Семену подложила. Еще там были моменты. Но чтобы она реально во что-то вмешивалась, если что-то пойдет не так, я не видел. Ну, разве что... Был один момент, когда Семен хотел открыть шкатулочку Ольги Дмитриевны. И она помешала ему это сделать. Чтобы она во что-то еще вмешивалась, я не помню. Когда тут творилась всякая дичь, ей было совершенно пофиг. Поэтому в чем ее роль? Ладно, продолжим. Но такого же просто не может быть. Ладно, я могу понять амнезия, но верю всемогущих существ ее не бывает. А кто тебе сказал, что я всемогущая? А разве нет? На самом деле я ничего не могу. Не могу вмешиваться в естественный ход событий. Ну, ты же знаешь. Видела. Что-то знаю, что-то видела. И что будет. Ну, ты поняла. Я не знал, как сформулировать вопрос. Ничего. Обычно проходит семь дней, и один из вас уезжает из лагеря. Даже исчезает, я бы сказала. Потом появляется новый. И так по кругу. Количество лагерей при этом остается неизменным. Подождите. Один исчезает, появляется новый. Количество лагерей остается неизменным. Если количество лагерей остается неизменным, а попал сюда при этом только один человек, один Семен, то как он попал сюда во множественном числе? Ну, прямо мистика какая-то. Как из одного получилось много? Как Семен размножается? Размножение Семена в лагере Савенок. Эх. Это мы уже проходили. Исчезает куда? Я не знаю. Ну, не может же быть такого. Ты столько всего рассказала и... Думаешь, я от тебя что-то скрываю? Нет. Обессиленно сказал я. Наверное, сейчас сомневаться в ее словах не стоило. По крайней мере, пока. Может быть, они не исчезают, а идут на второй круг? Этого варианта тоже исключать нельзя, но все же я думаю, что нет. А что тогда сейчас со мной происходит? И тут я не могу тебе ничего объяснить. Но я точно знаю, что это должно было случиться. И это что-то необычное. События развиваются не так, как всегда. Я буду долго смеяться, если сейчас объяснят, что на этот раз Семен попал в компьютерную игру. Это было бы прикольное объяснение. Про это говорил пионер. Может быть, он знает больше, чем я. Но как все это понять вообще? Я глубоко вздохнул и закрыл голову руками. Я думаю, что мы вскоре узнаем. Ладно. Но все-таки... Кто ты такая? Семен, ты заколебал. Юля недовольно надула губки. Я же тебе уже сказала. То есть у тебя потеря памяти. Нет. Она задумалась. Скорее нет у меня этой самой памяти. До этого лагеря меня не было. Не существовало. Но... Я не закончил фразу. Так, Семен уже несколько раз начинает и не может кончить. То есть начинает фразы и не может их закончить. Перестань так делать. Как говорится, не можешь сказать, не мучай... Рот. Учитывая все происходящее здесь, степень допущения была огромна. А значит, не стоит удивляться этой девочке с ушами. Ты как наблюдатель здесь? Наверное. Думаю, это слово лучше всего подходит. А что насчет того, что все обитатели исчезли, сыграв свою роль? Это ты о чем? Так сказал пионер. Роль? Она забавно пошевелила ушками, отчего я невольно улыбнулся. Да, что-то в этом есть. Ведь настоящие здесь только вы. Я имею ввиду тебя, того пионера и всех остальных. Так, в прошлый раз в гаремной концовке эти девочки рассказывали, что они тоже настоящие. Здесь это по боку или как? Как это? Не знаю, говорю же. Считаю, что я появилась здесь с некоторым багажом знаний, но не более. Есть вещи, в которых я уверена, а есть, о которых я знаю не больше тебя. Ладно. С одной стороны, ее слова казались логичными. Если в подобной ситуации о логике вообще может идти речь. И что ты предполагаешь делать дальше? Ждать, смотреть, что из всего этого выйдет? Да, ты же не можешь никак повлиять ни на что. Пробурчал я себе под нос. В любом случае, время ужина. Она весело улыбнулась и помахала хвостом. Так ты же ходила что-то искать. Но ничего не нашла. Точнее, не успела. Я увидела вспышки молнии и сразу бросилась назад. Пойдем. Она направилась в сторону столовой. Лучше бы сидела со мной. Может, и не было вообще никакого пионера. А если бы его видел не только я, то осталось бы меньше поводов сомневаться в своем и так изрядно пошатнувшемся психическом здоровье. Юля села за стол и посмотрела на меня. Ну? Что? Ужин? Да. Ужин. Зевнул я. Время было уже далеко за полночь. Кстати, как ты столовую открыла? Уметь надо. Уточнять я не стал. Может, спать пойдем? Готовь. Эээ. Безапелляционно заявила она. Семен? Готовить? Это для Семена слишком сильное колдунство. Он что-то сложнее доширака, наверное, не готовил ни разу в жизни. Я? Больше некому. Ладно. Я медленно направился в сторону кухни. Семен, найди сахарницу и насыпь ей стакан сахара. По-моему, ей больше не надо. От мыслей о еде и у меня внезапно проснулся аппетит. Найдя в холодильнике упаковку яиц, я крикнул Юле яичницу будешь? Ну, наверное. Я начал готовить. Ой, ой. Семен, что ты делаешь? Яичница не должна издавать такие звуки. Однако, все же интересно получается. Сейчас со мной происходят фантастические необъяснимые события, а я вот так просто стою и делаю ужин. можно сказать, надеюсь, на авось. Типичная русская черта, да? Тем не менее, я совершенно уверен, ничего страшного не случится. А если что, Юля меня защитит. Да ну. Хоть она и говорит, что многого не знает, но наверняка в критический момент я смогу на нее положиться. Ведь больше просто не на кого. Если еще вчера от меня ничего не зависело, то я хотя бы примерно представлял, что происходит. А теперь остается только откинуться поудобнее на спинку кресла и ждать, когда закончится инсталляция. Инсталляция чего? Windows? Windows 85 Семен Эдишн. Я натер сыр, добавил майонез, посолил, поперчил и вылил хорошо размешанную массу на сковородку. Яичница с майонезом. Фф. Семен, ну ты извращенец, конечно. В холодильнике еще нашлась колбаса, а на полке рядом батон хлеба. Вскоре мы уже сидели и молча уплетали горячую яичницу. Вкусно? Не верю. Вот майонез там точно был лишний. Ничего особенного. Обломовский такой ужин. Никогда такого не ела. Наверное, лучше грибов и орехов. Сойдет, недовольно ответила Юля. Когда с едой было покончено, я сказал, расскажи что-нибудь про себя, что ли? Хотя тебе, наверное, нечего. Наверное. Ну, сколько времени ты уже здесь? Не знаю. Давно. но ты вообще человек? Ну, наверное. А как же тогда ты можешь одновременно в разных местах? Это сложно объяснить, я сама толком не понимаю. Давай считать, что здесь и сейчас перед тобой я единственная. Такое допущение я мог принять. В конце концов, многоликость Юлии хоть и была одной из многочисленных загадок всего происходящего, но далеко не главной. Так, по крайней мере, я думал. Хорошо, предположим. А что ты вообще знаешь о мире? Писать и читать я умею, если ты об этом. Она рассмеялась. Не совсем об этом. Ты знаешь, где находится этот лагерь? Нет. Тогда, может быть, знаешь, что я не отсюда, не из этого времени, не из этой реальности. Ну, знаю, но без подробностей. Если я спрошу, какой сейчас год, я не отвечу. Я глубоко вздохнул и уставился в окно. В общем, можешь считать, что в чем-то я разбираюсь лучше тебя, а в чем-то хуже. И что же нам делать? Запасы на зиму, Семен. Что еще остается делать? Ждать, я уже говорила. Ждать. И чем займемся? А что ты предлагаешь? Эм, эм, гусары молчать? Не знаю, но по деревьям лазать как-то не хочется, ты уж прости. Ладно, ладно. Может, тогда про себя что-нибудь расскажешь? Давай не сейчас. Ну как хочешь, а что тогда? Не знаю, можно просто сидеть и ждать. Я, например, не против. Семен, я против сидеть и ждать. Что я тогда рассказывать буду? Ну это же так скучно. Я не вижу каких-то альтернатив. Эх, Юля Семен слишком короче он не понимает намеков, он как поручик из-за анекдота. Ему надо в лоб. Пойдем тогда. Пойдем. Она задумалась. Я внимательно посмотрел на Юлю. Похоже, она действительно находит все происходящее забавным. Более того, сложившаяся ситуация ей не кажется странной. Если верить ее словам, то в этом нет ничего необычного. Ты же понимаешь, все что происходит для меня не совсем нормально. Я даже сам не понимаю, почему сейчас не сижу где-нибудь под кроватью, трясясь от каждого шороха. Получается ты смелый? Нет, он просто немножко недоразвитый. Я ничего не ответил, а лишь ухмыльнулся. Придумала. Я внимательно посмотрел на нее. Нет, опять забыла. Юля почесала ушки. А, нет, вспомнила. Пойдем купаться. О! Юля меня услышала. И сейчас будет то, о чем я думаю. Так, гусары молчать еще рано. Я с недоверием посмотрел на нее. Может, все-таки лучше спать. Семен! Так, не возражать. Двигай сюжет в нужном направлении. Жанр требует. Ну, надулась она. Действительно, за день я прилично вспотел, а по такой жаре чистым заснуть будет куда легче. За день? Сколько дней ты не мылся уже, Семен? Не заставляй меня вспоминать эту деталь. Сколько дней ты уже не мылся и стирал ли ты свою одежду вообще? Хоть раз. Пойдем. Так, они идут. Все, они идут. На этом мы пока остановимся на самом интересном месте. Как всегда. Ну, раз нет ответов, то, ну, хотя бы хоть что-то хорошее. В общем, дерзай, Семен. Не разочаруй. Давай. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и до новых встреч. Пока-пока.